Да, добрый вечер. Михаил, мы начали с этих кадров, уже напомнили нашим зрителям, что сегодня годовщина освобождения Бучи. В конце своего обращения Владимир Зеленский, помимо прочего, сказал, что все виновные будут наказаны. Поэтому хочется спросить, как вообще сейчас продвигается расследование по этим самым виновным? Уголовные дела, безусловно, идентификация людей, которые принимали участие в массовых убийствах, пытках и так далее. А там более 1400 убитых. Вообще населённый пункт имел 55 тысяч всего жителей. Это реально пригород Киева, реально цветущий городок, очень уютный и так далее. И, соответственно, идентифицированы все воинские части, которые находились там, идентифицированы военнослужащие, которые… Вы же видите, вот даже по этим кадрам, которые вы показываете, вы показываете системный подход к насилию как таковому. То есть это не просто зашли в военную часть, где против них стояли военные. То есть они зашли в заведомо мирный населённый пункт и, соответственно, вели там карательную операцию, проводили карательную операцию. Факты, фамилии все эти установлены в рамках уголовных дел, конкретных уголовных дел. И, соответственно, безусловно, фамилии известны, воинские части известны, вертикали управления, военные вертикали управления очевидны и так далее. Тут ещё господин президент Зеленский заявил следующее, что, несомненно, мы идём по иерархии следующего, имеется в виду криминального преследования. Сначала факт преступления агрессии, то есть факт начала войны, которые, собственно, открыли ворота для последующих умышленных массовых военных преступлений. То есть, несомненно, эти уголовные дела в Генеральной прокуратуре у нас находятся на сегодняшний день более 70 тысяч уголовных дел, которые имеют и визуальные, и свидетельские показания, ну и, соответственно, визуальные данные. И, соответственно, конечно же, часть этих дел будет передана в международной юрисдикции. Вот точно так же, как по факту геноцида людей, как таковых. Часть этих дел будет вестись в национальных юрисдикциях. Но, поверьте, мы реально достанем всех. И, да, впечатляющие цифры и вот эти самые тысячи. А вот, на Ваш взгляд, за этот год стала понятна мотивация тех, кто это делал? Это была акция устрашения или это была часть военной операции, когда нужно ликвидировать там и мирное население, и неважно каких людей? Для чего это делалось? Даже у самого омерзительного поступка всегда какая-то мотивация есть. На Ваш взгляд, какой мотивацией была та расправа в Буче? Очень простая мотивация — разрушение государства Украины. Разрушение не инфраструктуры именно, а разрушение матрицы государства, архитектуры государства. То есть, грубо говоря, уничтожение максимально лояльных граждан к Украине. То есть, грубо говоря, сокращение, вот особенно центральных, насколько я понимаю, центральные районы, так, по крайней мере, они себе аналитически изложили, что есть несколько групп населения, часть которых должна быть обязательно уничтожена, в том числе с компонентом запугивания. То есть, грубо говоря, должно было быть такое психологическое подавление, унижение украинцев, да, ну то есть, условно, когда Вы заходите в Бучу, Вы окружаете её, ставите блокпосты, а затем ходите вот с этой, знаете, такой максимально жестокой манерой, людей арестовываете, задерживаете, ставите на колени, связываете им руки и тому подобное. То есть, тут несколько и психологических элементов воздействия, и в то же время элементов уничтожения матрицы государства как такового. Потому что матрица — это ведь люди, это не только институты, как институты, да? То есть, ты назначил там министром какого-то марионетка, вот как там на оккупированных территориях, и, соответственно, считаешь, что ты контролируешь государство. Нет, матрица государства — это люди, которые являются его сердцевинной частью. Ну то есть, те, которые разделяют ценности, осмысленно разделяют ценности государства, которые готовы за эти ценности занимать активную позицию и так далее. Вот для того, чтобы решить вопросы унижения Украины, уничтожения этой матрицы, уничтожения наиболее активной части населения, собственно, вот эти, скажем так, карательные операции проводились. Но я бы больше сказал, ведь это разработка ФСБшная, это разработка, собственно, которая, я не сомневаюсь, докладывалась Путину, он её одобрил. Это точно так же, как связано с массовой депортацией детей, точно так же, как связано до сих пор с жёстким обращением с крымскими татарами. Ну то есть, там вообще 9 лет эта, скажем, практика используется в Крыму. Точно так же и была вот эта концепция. Мы зайдём, понимаете, когда у человека нету эмпатии, а у Путина её в принципе нету. То есть, сочувствие как концепция для него — это чуждый элемент. То есть, он, наоборот, очень радостно воспринимает насилие над людьми. Я не сомневаюсь, что были записаны видеокадры. Он очень сильно, наверное, наслаждался просмотром этих кадров. И мне кажется, что первая треть войны, первые три, пять месяцев войны, ему казалось, что всё идёт очень отлично. Да, несколько затянуто, насколько я понимаю, несколько затянуто, но зато очень много вот такого видео, где есть пытки, где есть издевательства, где есть массовые убийства, массовые захоронения, сжигание в мобильных крематориях и так далее. Всё это, наверное, для него записывалось, не только для него. И они с удовольствием это смотрели. Михаил, уже завтра будет событие, в которое, честно говоря, трудно поверить. И даже когда открыл новостную ленту, сильно удивился. Ведущая войну России будет возглавлять фактически Совбез ООН. Вопрос довольно, вот мы как раз не бензию видим сейчас, как вот такого представителя яркого, в кавычках. На что это вообще может повлиять и как из-за этого могут проходить заседания, на ваш взгляд? Ну, мне кажется, что это зайдёт в какой-то тупик. Это вообще действительно немыслимая история. То есть это просто абсурдно. Четвёртая статья Устава ООН, она очень чётко фиксирует положения, ключевые. Это невозможность членов ООН развязать агрессивную, инициативно развязать агрессивную войну. То есть, грубо говоря, Россия сейчас не то, что не должна председательствовать в Совете Безопасности, тем более обладая правом вето и инициируя те или иные слушания. Россия, в принципе, должна иметь сейчас статус приостановленного членства, как минимум. То есть с учётом того, что она прямым образом нарушает ключевые пункты Устава, основополагающего документа ООН. И это, конечно же, выглядит, как будто бы разрешили преступнику проводить судебный процесс над жертвами. То есть не меньше, но и не больше того. Вот это именно так для нас выглядит. Конечно же, это приведёт абсолютно точно к информационному тупику, дальнейшему обрушению репутации ООН. Потому что организация, которая декларирует себя как институт урегулирования глобальных кризисов, и которая позволяет стране, затеявшей на сегодняшний день максимально объёмный, кровавый кризис, председательствовать в Совете Безопасности, в сердцевильном органе. Но это выглядит по меньшей мере разрушительно и для концепции ООН как таковой, и для репутации ООН как таковой. И мне кажется, что это будет иметь тяжёлые последствия. И для конструкции, нынешней конструкции ООН, наверное, всё-таки страны начнут думать, что в таком виде это есть абсурдизация функций ООН. Мне кажется, что большего способа обнулить, окончательно обнулить репутацию ООН придумать нельзя. Страна, единственная страна, которая в Европе сегодня ведёт крайне объёмную, крайне кровавую войну, председательствовать в Совете Безопасности, придумать больше абсурда, конечно, нельзя было. Кавка... На мой взгляд, Кавка ожил интерпретации. За цитату Кавки вам всегда отдельный лайк от меня ещё. Особенно, если это из процесса или замка. Хочется у вас тоже спросить по текущим событиям сегодняшнего дня. Тоже Лукашенко. Вы знаете, что разошёлся сегодня несколькими мощными высказаниями. Я люблю троллить своих друзей белорусов, показывать им это. И говорит, смотрите, что ваша джига это. Они говорят, не надо, не мучай нас так. Но вот хочется у вас спросить. Он сделал заявление, в том числе по поводу войны, по поводу агрессии России в сторону Украины. И сказал, что у него есть план перемирия. Говорит, надо останавливать, надо всё это прекращать и запрещать войскам перемещаться. Вот хочется у вас спросить. Ну, во-первых, я ещё потом дальше задам вопрос. Как вами это воспринимается? Это действительно план перемирия реальный или нет? Вы знаете, когда тот или иной анекдотический персонаж рассказывает в очередной раз, повторяет в очередной раз старый надоедливый анекдот, это именно так и воспринимается. Ну, нельзя серьёзно воспринимать на сегодняшний день Лукашенко. Лукашенко косвенно, безусловно, инфраструктурно принимает участие в геноцидной войне России против Украины. Это несомненно. Я понимаю все причины, которые обуславливают это и так далее. Но, тем не менее, не человеку, который косвенно принимает участие в войне, рекомендовать кому-то что-то делать. И уж точно не рекомендовать примитивно, как это он делает. То есть, ребята, смотрите, вы тут 401 день воюете, вы эффективно воюете. Мы тут так боимся всего, что будет впоследствии. Мы видим уже ордера для Путина, мы видим решения международного сообщества, мы видим нарастающую консолидацию усилий по изоляции и России, и Беларуси. Мы понимаем, что Россия в любом случае уже не выиграет эту войну, а последствия юридические, в том числе для самого Лукашенко, будут чрезвычайно тяжелыми. Поэтому мы вам предлагаем следующее. Смотрите, вы 400 дней там же классно воюете. Так мы вам предлагаем сдаться. Вот я, Лукашенко, герой галактики, я рекомендую вам сдаться. Ну, то есть, вы должны немедленно, вот я сказал, немедленно остановить огонь, дать возможность России и при этом не перемещать вооруженные силы и технику. Это же серьезный мир сразу начнется. Вот там Россия останется на оккупированных территориях, продолжит там вырезать детей. Ну, продолжит. Потому что это ж НАТО спровоцировал Россию вырезать, например, в той же Буче, убить 137 детей. Ну, вот НАТО сказала, идите убить кучи 137 детей. Ну, то есть, логика Лукашенко понятна. Так вот, смотрите, вот там русские продолжат резать, но, смотрите, не дай бог, не дай бог, вы будете везти оружие, вот это, несомненно, повод применить ядерное оружие. Скажите, пожалуйста, насколько нужно оторваться от реальности, чтобы всерьез после 401 дня это говорить? Мало того, что Лукашенко периодически говорит, смотрите, завтра самый важный день. Вот если вы завтра не подпишете какой-то мир, эскалация будет большая. Мне просто хочется, чтобы люди всегда помнили, что говорит Ата Лукашенко, человек-повтор. Вот он на репите стоит и всё время одно и то же говорит с таким угрожающим видом. Я сказал, вот и я предлагаю план. Это именно так надо воспринимать. То есть на сегодняшний день человек нервически переживает то, что будет происходить дальше, он в предчувствии, и поэтому дальше у него в тезисах было, смотрите, я не держусь за Конституцию, я не держусь за должность. Извините, конечно, я тут с 1994 года, 29 лет, шесть раз типа я организовал выборы, но я за должность, но вообще не держусь, поверьте мне, не держусь никак. И дети мои не держатся. Но правда, знаете, если мы не будем держаться за должность, то к нашим детям потом придут и предъявят претензии, но мы за должность не держимся и так далее. Вот понимаете, когда человек в одной фразе сам себя оскорбляет противоречием, ну всерьез это воспринимать нельзя. Ну и, конечно же, выглядит это как топ-пропагандист, как это, с запоздавшего времени. То есть он все время повторяет то, что абсолютно неактуально. И являясь не ньюсмейкером, которого авторитетно нужно слушать, ну он просто вызывает несколько такой гомерический смех со своими инициативными предложениями. Про анекдотического и то, что вы дальше сказали, я согласен, но вот о чем-то же это говорит, то есть год назад он там стал поводом для анекдотов, когда он там говорил, вот, посмотрите, как они хотели напасть, я вам сейчас карту покажу, как готовилось нападение, а сейчас говорит, ну, время помириться. Но о чем-то же это показывает, то есть может он сам в панике, он подает какие-то сигналы, что боится этой самой войны. И для вас-то, возможно, какой-то позитивный признак или нет? Это не имеет никакого значения. Вот все, что говорит этот субъект, как раз на реальность не влияет. Это как раз интересно с точки зрения мемоведения, да? Не больше, но и не меньше того. Ну, я напомню вам, вот кроме вот этих четырех направлений, этот субъект, вы помните, сел так, ручки на животе своем сложил и рассказал, гайдер, а что там этой Украины? Четыре дня и их на колени поставят. Помните? В первые дни. Да. Вот смотрите, надо будет посмотреть, когда Россия закончит эту войну на границах 1991 года, ну, проигравшей, вот надо будет послушать его вот в этот момент. Вот пусть он тогда расскажет. Особенно расскажет про 2020 год, особенно расскажет про то, что Украину там не надо смотреть, что страны НАТО там что-то спровоцировали, США спровоцировала до последнего украинца и так далее. Это человек, живущий в таком очень выраженном, диком советском информационном пузыре. Да? Ну, нравится это, к сожалению, Беларуси. Ну, нравится им. Ну, или не нравится. Вынуждены это терпеть. Пожалуйста. Но к реальной политике, к политическому процессу отношения не имеют. Но вы правы в одном. Вот эти выступления очень странные, когда человек пытается быть в глобальной повестке и высказывать свою точку зрения, явно показывают мандражное состояние его психики. Он понимает, что Россия действительно использует белорусскую инфраструктуру, и за это будет определённа юридическая ответственность. Он понимает, что Беларусь отдала очень большой объём оружия, ну, расконсервировав его Российской Федерацией. Он понимает, что Беларусь является безусловным союзником России, который одновременно, силовые вертикали которой контролируются Российской Федерацией. Он, безусловно, понимает, что будет нести солидарную ответственность с представителями российской политической элиты. Но, тем не менее, он прекрасно понимает, что вот эта попытка эскалировать дальше, вот в его словах, мы тут хотим разместить ядерное оружие, мы обратимся к России за размещением стратегического ядерного оружия. Я уже дал команду площадки готовить. Вот это есть свидетельство неустойчивого ощущения будущего. То есть, скажем так, нервического ощущения будущего. Он вот эти заявления пытается сказать «бойтесь меня», ну или хотя бы сделайте вид, что вы боитесь вот этого, то, что я говорю по поводу стратегического ядерного оружия, площадок и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, давайте его не обижать. Всё-таки для Украины есть абсолютное понятие, что враг конкретный — это российское военно-политическое руководство прежде всего. И главным из них является субъект Путин. Михаил, также есть платный вопрос от нашей зрительницы Юлии Палсона. Она спрашивает. Михаил, показывали, как в лавре рашистские монахи снимали со стен иконы и пытались вывести ценности монастыря. Остановили ли их полицейские Украины? Да, там стоят полиция на выезде, она проверяет все машины, которые вывозят имущество. Давайте мы там, кстати, по Киево-Печерской лавре зафиксируем просто юридические позиции, чтобы было всё чётко понятно. Смотрите, принято решение о расторжении договора аренды. Безусловно, на Киево-Печерской лавре находится на балансе, это государственная собственность на балансе Министерства культуры и информационной политики. Безусловно, все решения законны, в том числе и судебные решения есть. Что делает сама, скажем так, УПЦ? УПЦ забрала имущество синонедальных отделов метрополии, саму метрополию с нижней лавры. Всё это уже перемещено в неизвестном направлении и так далее. В самой лавре на сегодняшний день остались монахи и остались часть радикально настроенных прихожан. Безусловно, государство ведёт себя максимально корректно, потому что дальше идёт процедура, вот то, о чём вы говорите, что необходимо зайти в помещение, которое освободили арендаторы бывшие уже, зайти провести опись имущества, потому что, когда они туда заходили, тоже проводилась соответствующая опись имущества, провести сверху, опломбировать это, пока не появится следующий арендатор этого имущества как такового. Так вот, сейчас идёт загвоздка в том, что не дают просто комиссии, государственной комиссии, зайти и провести опись имущества, которое осталось, и сравнить. Я думаю, что мы достаточно корректно в течение нескольких дней спокойно всё это сделаем, и тема Киева-Печерской лавры уже перейдёт в разряд такой, как и должна быть. То есть там будут идти и богослужения, и не более того. Михаил, и напоследок такая постоянная, мне кажется, у меня с вами рубрика в наших пятничных эфирах немножко о спорте. Вот про МОК я бы с вами говорил 30 минут, но и то мало про недавнее решение. Поэтому покороче задам вопрос про Умблдона. Вы, наверное, слышали сегодняшнюю новость про то, что руководство Умблдона сказало, что на этот теннисный турнир россиянам заявиться можно, и россиянам, и белорусам, но если они будут в нейтральном статусе, то есть год назад у них были проблемы, они россиян не допустили, и мировая теннисная федерация засчитала Умблдон как товарищеский турнир, сейчас они такие говорят, ладно, пусть россияне приедут. Нейтральный, ещё раз повторю, статус. Они должны будут подписать какие-то бумаги, что мы нейтральны, там Данил Медведев, Андрей Рублёв и так далее. Но, насколько я знаю, Украина недовольна этим. Вот вкратце можете объяснить, почему и как должно быть? Ну, безусловно, мы недовольны, потому что это всё-таки промоция войны. То есть когда ты приезжаешь, у тебя гражданин России, неважно, под нейтральным флагом, под белым флагом, белым флагом с красным подбоем, если мы уже перефразируем Булгакова и так далее, то, конечно, это выглядит очень странно. Для нас это, очевидно, является промоцией войны, то есть промоутированием войны как таковой, то есть идеологией агрессии, которая сегодня является официальной идеологией Российской Федерации на разных уровнях. Спорт, несомненно, это продолжение политики. Здесь вот эта вся как бы иллюзорная история о том, что спорт вне политики — это абсолютная фейковая составляющая. Спорт — только продолжение политики. То есть это другой инструмент, который должен продвигать концепцию, идеологическую концепцию той или иной страны. Это очевидно. И, безусловно, для нас странно, когда… Ну, понятно, что это зависит от конкретного человека, от организаторов конкретных турниров, потому что, например, фехтовальные федерации Финляндии, Франции, Германии и так далее жёстко сказали, что они не будут проводить международных турниров, где будет присутствие на своих территориях, где будет присутствие российских или белорусских атлетов. И это абсолютно внятная позиция, которая говорит о том, что эти люди не просто живут в мире, в котором комфортно им жить, но и разделяют ценности. К сожалению, организаторы других турниров, вот вы в данном случае говорите об Уимблдоне, несколько иначе трактуют ценности. Они считают, что это набор, декларативный набор, написанный на бумаге, который можно не относиться к свободе слова, к свободе дискуссии, к свободе, к любым проявлениям свободы, к демократии и так далее, что это просто какие-то слова. Просто нам тут вот так комфортно в Британии жить, всё очень круто, но, тем не менее, ценности для нас — это просто бумажка, которая не имеет никакого значения. Но вот они это демонстрируют, к сожалению. И, к сожалению, спорт очень часто зависит от больших денег. Россия, вот давайте здесь будем объективны, Россия годами, я бы даже сказал десятилетиями, чётко прочувствовав то, что она будет фундаментально заниматься агрессивной внешней политикой, агрессивно продвигая свои ценности, потому что эти ценности не конкурентны. То есть Россия не предлагает повышенный комфорт, повышенную технологичность и так далее. Россия предполагает подчинение, подавление, ультиматум. Так вот, они, понимая, что вот эти ценности они будут продвигать агрессивно, соответственно, инвестировали деньги куда? В международные институции, в международные площадки. То есть они становились спонсорами таких больших организаций, как МАГАТЭ, ООН, бюджеты в половину, УЕФА, ФИФА и так далее. В том числе Федерации международной тех или иных видов спорта. Они получали возможность своих людей интегрировать на разные должности, включая президентами, вице-президентами этих федераций или ассоциаций. И, соответственно, бюджеты формировали, рекламные бюджеты и так далее. То есть они построили такую сеть, я имею в виду они, это Российская, скажем так, федерация, я имею в виду как политика силовая вертикаль, то есть элита. И они поняли, что это будут инструменты давления, которые будут расслаивать общественные мнения в Европе и в мире в целом. Вот мы сегодня проявление этого всего и видим. Соответственно, они максимально жёстко это используют, Российская Федерация. И, соответственно, те или иные представители спортивных федераций действительно делают странные заявления. Знаете, спорт это не политика? Нет, ну какая это политика? Просто приедет спортсмен, который перед этим ходит в звании, условно говоря, майора и работает в ЦСКА, и который говорит, что нужно немножко порезать украинцев. Нет, нет, ну какая же это политика? Нет, он просто приедет, выступит, возьмёт шест в руки, попытается занять третье место или в десятку попасть. Но при этом обязательно выйдет и скажет, мы за ЗЭ, ну имеется в виду за ЗЭ символику, под которой мы убиваем украинцев. Вот это так примерно выглядит. То есть, безусловно, мы к этому относимся максимально негативно. Знаете почему? Даже не потому, что сам факт участия спортсменов, просто каждое такое действие продляет войну в Украине. То есть, вот вы поддержали здесь присутствие российских спортсменов, значит, война ещё на некоторое время затянется. Потому что это деморализует другие общества, говорят, так, наверное, же не так всё страшно. Смотрите, вот российские спортсмены участвуют, значит, наверное, Россия там что-то не так сильно убивает. Ну, понимаете? То есть, это как бы продляет войну для нас. Вот каждое такое решение того или иного международного института, оно реально продляет убийство наших граждан. Вот и всё. Спасибо большое. Михаил Подоляк был у нас в эфире. Напоследок просто напомню, что любят МИД и все остальные ссылаться на барона Декупертена, что он говорил о спортной политике. Ну, погуглите, что делал барон Декупертен в 1936 году на Гитлеровской Олимпиаде. И увидите, как он понимал спортной политики. В общем, спасибо Михаилу Подоляку в нашем эфире. Ждём вас ещё. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...